Вы знаете, я когда готовилась к интервью, я вбила в гугл режиссер Карен Шахназаров. И первое, что мне попалось, была вот такая вот ваша цитата. Можно я процитирую? Противники вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже, это в случае чего концлагеря, это перевоспитание, так сказать, стерилизация. Как сказал товарищ Берия, у каждой ошибки есть конкретная фамилия. Карен Шахназаров. Смысл в том, что я сказал о том, что это будет со всеми россиянами. Ты на всю голову ёдно, ты не только на полка чина. А и в том числе, и те, кто сегодня против, они, так сказать, тоже окажутся в этом числе. Ну, вскрытие покажет. Я говорю и считаю, что это очень сложная ситуация. В какой ситуации? Вся эта ситуация с войной на Украине, она тяжелая. Я считаю вообще гражданской войной. Уж больно ты шустро считаешь. Не, им трудно, не все разбираются в геополитике. Чё, шибко умный, да? Как я посмотрю. Не все, так сказать, искушены во всяких всевозможных, так сказать, исторических параллелях. Ну, я, так сказать, уловил тенденцию. Если мы посмотрим на всю историю таких конфликтов... Очки тебе не жмут? Наверное, руководство России, начиная эту операцию, не подозревало, что вообще будет такой эффект ошеломляющий. Кто у вас на подозрении? Так сказать, ну, это... Хотя, тебе-то не понять. Это видно, что большая часть населения, она народа нашего, она, в общем, не то, что она поддерживает войну. А что? Она понимает, что это все-таки столкновение России с Западом. Проделки фикса, проделки фикса! Это было неизбежно, расширение НАТО это безудержное. Ну, царь знает, что НАТО, что не НАТО. Приближение к российским границам, так сказать. Чтобы над словарным запасом как-то поработал, что ли, я не знаю, книжек какие-то почитал ли. Ну, это понятно, да. Ну, вот смотрите, даже в нашем разговоре... Это вроде не ново, но об этом надо помнить. Балбес он, балбес. А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось. Так это не поможет. А откуда вы получаете информацию? Откуда? Оттуда. Ну, наверное, как все, в интернете смотрю все-все, и Ре-Новость, и там всякие... Есть все официальные источники информации Кремля. Ну, я такой старомодный человек. Слушайте, у меня телефон этот кнопочный. На кнопку нажал, и все, ты пидорас. Я не пользуюсь ни интернетом, ни, как говорят... Он ему как без интернета корежит. Интернет только чисто вот тыкаю и смотрю вот, как говорится, информацию. Тыкал, тыкал и натыкал? Я, честно говоря, не верю в информацию интернета. Теперь я тебе не верю. А кому доверяете? Соловьеву? Ну, да. Соловьеву доверяю. Ну, естественно, если я хожу к нему, я, так сказать, я... Я – это последняя буква. Но дело все в том, что я вообще... Я доверяю прежде всего своей голове, извините. С головой у тебя плохо. И это не лечится!